друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие прежде чем мы с вами начнем обзор я хочу вам сказать о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзоры ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но вы не забудьте пожалуйста перейти обязательно подписаться потому что возможно все мои обзоры на уралочку в дальнейшем будут проходить как раз таки на моем новом обзорном канале поэтому с вас подписка ну что ж ребят ну понятное дело кто желает так вот что я хочу сказать я это как бы рассказываю своим зрителям которые не хотят меня потерять прежде чем мы с вами начнем обозревать последние события стрим вот этот вот который проходил вчера но опять же я записываю ролик накануне соответственно сегодня несколько часов три с половиной или четыре часа шоу стрим уралочки я хочу сказать как много провокаторов которые приходят знаете под эгидой того что нет 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 ни в коем случае мы вообще-то не обожатели и не хомяки уралочки да и начинают знаете пытаться как говорится мутить воду но я бы не была галинкой малинкой если бы я не просчитывала многие ходы вперед и потом я уже на ютубе столько времени и потом я уже на сафари с уралочкой столько времени буквально со 2 января поэтому я могу уже просчитать их ходы вперед на несколько шагов вы знаете сегодня я сказала о том в своем обзоре что уралочка с сафаром живут уже вместе где-то порядка пяти лет об этом говорила сама уралочка когда она рассказывала полгода назад что они уже более четырех лет живут вместе да то есть уже четыре с половиной года где-то они живут вместе потом ее начали ловить на вранье потому что спросили как это так это все было при мне как это так феврале да там 12 или какого-то февраля ты отмечаешь от четвертую годовщину четыре года со дня смерти своего мужа который еще год по ее же словам болел онкозаболеванием и ты уже к этому моменту более четырех лет более даже четырех с половиной лет живешь с сафаром в общем они заврались по полной программе но хомячки уралочки то ли это сами уралочка с сафариком пытаются мутить воду в том числе и на моем обзорном канале так вот некая василиса премудрая я потом уже только просекла что думаю что-то ник очень больно знакомый она мне написала сегодня она говорила но это она про уралочку что с сафариком она не пять лет а пятый год сами слушайте внимательно только не говорите что я хомячок просто не люблю когда врут вы знаете да я не была бы галинкой маленькой если бы я не взяла не нажала на ее аватарку и не посмотрела ее историю сообщений для тех кто не в курсе не понимает ребят вы просто берете на аватарку человека нажимаете и видите те комментарии которые он писал на вот в этом канале то есть если вы находитесь на моем канале соответственно нажимая на любую аватарку любого собеседника вы можете увидеть те комментарии которые он писал на моем канале так вот вот это василиса премудрая которая якобы а-ля не обожатель уралочки что же написала пять месяцев тому назад писала смотрите далеко не нейтральные комментарии да описал человек который пытался рвать на своей груди рубашку в целях защитить уралочку и сафара знаете когда я сталкиваюсь подобного рода комментариями я могу предположить что это сами уралочка и сафар пишут подобного рода комменты дабы так скажем отстоять самих себя так вот что же писала вот это якобы аля не фанатка уралочки она пишет какие же вы все злые самое очевидное что не могут простить этой уралочки так это сафара большинство женщин этого возраста уже одиноки по той или иной причине слушайте как круто да она вот нашла сафарика я не уявляюсь поклонницы уралочки но и слушать это излияние яда невыносимо ольга всегда заботилась о маме постоянно говорила чтобы он пошел маме там относить и так далее займитесь лучше своей жизнью забыли про заповедь не судите несудимы будете у человека в горе а вы еще добивайте не по-христиански уймитесь ребят под этим ее постом пять месяцев тому назад было огромное количество 37 ответов но что хочется сказать вот этим праведницам которые кричат а зайдут осуждают и кричат не судите да не судимы будете так вот товарищи развернитесь и все это адресуйте самим себе и начните как я всегда говорю с себя на вас доспехи бога абсолютно никто не навешивал вы никто и не вправе заходить на мой канал и что-то мне указывать я не бегаю по каналу уралочки а здесь мой канал здесь моя вотчина здесь мои законы здесь я являюсь блогером обзорщиком я именно обзорщик заметьте в своих обзорах я не позволяю опускаться до того чтобы говорить матом или каким-то образом оскорблять или еще что-то делать нет никоим образом нет у меня достаточно словарного запаса дабы разговаривать на нормальном русском языке на родном для меня языке так вот когда пишет баба василиса премудрая о том что какие же вы все злые то есть человек уже пришел осудил нас заранее да и поставил на наш штамп что мы с вами злые да далее напишет что по той или иной причине в этом возрасте простите в каком возрасте 51 52 года по ее мнению все женщины уже практически без мужчин василис премудрая наверное времена перепутала вот когда было послевоенное время после великой отечественной войны вот тогда действительно было катастрофически мало мужчин потому что многие из них к сожалению погибли да это не для кого не секрет в наше время это 51 52 года это возраст когда люди живут вместе со своими мужьями со своими детьми кто-то уже со своими внуками живут счастливы наслаждаются жизнью да у всех разные ситуации как говорится жизнь прожить не более перейти ну вот видите и она нам тыкает тем что оказывается мы все завидуем что урал очки появился вот такой вот сафарка василис премудрая я желаю тебе если ты не сам сафарик как раз таки найти вот такого сафарика которого ты будешь содержать поселишь на свою жилплощадь я уже вам сказала вам обожательницам сафара урал очки что не нужно быть 90 60 90 не нужно иметь абсолютно никаких талантов а чтобы заиметь рядом такого вторую такую вот половинку надо иметь просто жилплощадь и больше как говорится ничего далее напишет о том что у меня оказывается не обзор а просто излияние яда ну здесь я прекрасно понимаю что так высказываться может исключительно сафарик и урал очки ребят только так за себя рвать будут они потому что остальным нет них абсолютно никакого дела поэтому я уверена что вот это василиса премудрая это и есть ник урал очки и сафарика ну и конечно она меня насмешила в конце когда она сказала о том что оля очень заботилась о своей маме да да я кстати помню этот прекрасный момент и все те которые были тогда со мной помнят прекрасно когда умерла мама и оля рассказывала о том что было невозможно дозвониться до больницы в которой лежала мама и я сказала что оля не смогла сделать то что я смогла сделать за две с половиной тысячи километров я была единственным обзорщиком на тот момент который позвонил в больницу в которой лежала олина мама у меня кстати сохранился об этом обзор и я с первого раза дозвонилась до больницы так что девочки и мальчики в общем понимаете прекрасно что приходят и провокаторы которые постоянно знаете пытаются да и я уверена что вот этими провокаторами является никто иной как сами урал очка и сафар я вы знаете вот все таки зря говорю о том что они ни черта не делают один ролик день это конечно не работа нет ребята делают они штудируют youtube бегают по обзорным каналам у них огромное количество аккаунтов с которых они продолжают написывать так вот друзья мои что же было такого интересного мы будем с вами не один ролик обсуждать на стриме вот этом последнем сегодняшнем стриме опять ребят путались в показаниях я конечно в шоке вот честно я просто в шоке когда задали вопрос а где же вы познакомились ну урал очка очередной раз сказала я уже тоже заучила какой чинаж это урал очка с сафариком врут сочиняют и путаются в показаниях а люди которые смотрят их каждый божий день прекрасно все понимают и запоминают так вот познакомились они на маме и когда сафарик услышал вот этот вопрос где не познакомился он тут же стал кричать урал очки так а ну подавать сворачивай быстрее вот эту контору все давай заканчивай сколько можно уже мол все хватит так говорит ну давай еще я вот 15 минут тут посижу и тогда уже пойдем ну то есть ребят о чем это говорит сафарик понял что сейчас их опять будут ловить на лжи и кстати ребята это и случилось сейчас мы перейдем к самому интересному тут же в чате появилась пираты ну вот эта пиратская жизнь и на его вам передавали им огромный привет в общем да понятно как говорится рыбак рыбака видит издалека оля оля сидела на качели ребят мне стало смешно ну хорошо значит надежные качели вы знаете на таких же качелях сидела тоже получается где-то вчера вот раскачивалась ну да так сидела кайфовала оля тоже уселась на качелю качелька слава богу ее выдержала далее далее олечка начала поглаживать свое пузико и говорит ой а если я похудею то все равно говорит надо будет все срезать я сначала что-то не поняла думаю что она там собралась срезать ну оля говорит о том что конечно же если она похудеет мол в таком в нашем возрасте говорит придется обращаться к пластическому хирургу оля ты не говори про возраст возраст у тебя еще совсем абсолютно небольшой 52 года это нормальный абсолютно возраст ты говори про свой вес вот в этом как говорится вся самая проблема я уверена что ты 40 лет не было значительно худее да стоит сказать о том что есть масса женщин которым и 50 и 60 лет и они и худышки и стройные а многие из них те которые даже склонны к полноте они стараются следить за собой стараются держать себя в форме стараются не есть столь уж тазами как ты точно не готовят и не живут и для них нет смысла жизни в этой извечной жрачки как оле поэтому говорить про возраст у тебя не стоит масса женщин которые просто поставят рядом с тобой даже на ю тубе такие женщины есть которые ведут между прочим влоговые каналы которые встанут рядом с тобой ты просто охренеешь которым тоже по 50 лет и они выглядят просто великолепно ну да далее далее призналась ну им задали вопрос а вы ругаетесь или живете хорошо ну конечно ругаемся конечно ругаемся я грит по жизни командир поэтому говорит делаю замещание сафара тут кстати пообещал порвать там какой-то то ли фонарь то ли еще что-то который отказывался гореть и постоянно газ в общем друзья мои а что что хочу сказать а я задали вопрос а это правда что вас бьет сафара она говорит хватит вам слушать всякую хрень всяких ваших подружек хватит говорит хейтерам нести всякую ерунду я говорит мол сама боевика ребят она так и сказала может быть она имела ввиду что она сама борец с умой я не знаю но она сказала что я сама боевик там так да что мало не покажется вы знаете ее бы вот это вот туда как говорится в мирное дорусло нужное русло и бы не было цены ну а так вот я не знаю я на нее смотрю конечно в шоке но сафарик сидел и ржал ребят особенно он стал ржать когда он услышал что она оказывается овен и он говорит так что овен это значит ты баран и как стал сафарик ржать ребят мне самой в этот момент стало смешно вот понимаете сафар как вот мальчик какой-то знаете вот семилетний пятилетний которому пальчик покашил начинает сразу же смеяться но тут мне действительно стало смешно потому что он понял что она значит овен она баран и говори ну и стал смеяться на доли кстати на вопрос вот здесь самое интересное каких отношениях олечка состоит женой сафара она начала кричать не в каких вообще-то жена сафара это я и так далее и тут самое интересное тут опять они их поймали на бронье в очередной раз стали задавать вопросы а сколько же собственно лет тому назад развелся сафарик со своей женой то сначала сказал три года назад потом станет сначала сказали два года назад потом сказали три года назад вот когда началась пандемия то есть развелись из-за пандемии я чуть юмора не поняла да а потом друзья мои то есть они живут вместе с олечкой пять лет и получается а значит развелся сафарик только три или два года тому назад тоже неизвестно веры нет потому что один Один сказал один срок, другой сказал другой срок. Никогда, ребят, не поверив в то, что они не могут определиться, когда же он развелся. Это бы они прекрасно помнили, так же, как прекрасно бы помнили тот момент, когда они сошлись вместе. Вы знаете, вот что хочется сказать? Хочется сказать, что это, конечно, вообще ужасная ситуация. Получается, когда они сошлись вместе, где-то 5 лет тому назад, у него как раз-таки дочери 5 лет. То есть, они сошлись именно тогда, когда он, когда у него жена родила ему дочку. Ну, я как бы считаю, что это тоже не совсем правильная ситуация. Да, в жизни бывают разные ситуации. Но, опять же, это не есть хорошо, это не характеризует с хорошей стороны. Да, в принципе, про него уже, если честно, все давным-давно понятно. Но вот что самое интересное, ребят, смотрите, да. То есть, он говорит, развелись мы, то есть, получается, они жили вместе с Уралочкой, да, жили себе, жили. Он еще был благополучно женат на той жене, которая у него живет в Таджикистане. А потом взял с ней, развелся, и Уралочка считает, что это в порядке вещей, это норма, и так и должно быть. По мне, так это вообще не нормальная ситуация. Ни с его, ни с ее стороны. Понятное дело, человек просто хорошо устроился, устроил, как говорится, свою жизнь рядом вот с этой женщиной. Ну, а она позволила ему быть рядом. Вы знаете, мне прилетел комментарий по поводу того, что, ну, я так понимаю, что это камень в наш огород, да. По поводу того, что вот, мол, и красивых женщин, и интересных женщин тоже бросают, да. Бросают абсолютно всех. Изменяют тоже. И мне хочется сказать, а вы не вешайте все грехи мира на плечи мужчин. Между прочим, женщины тоже разные. Я также, кстати, ответила вот этой женщине, которая мне написала подобного рода комментарий, что и красивых женщин тоже бросают. А вы знаете, а женщины все разные. И вот на примере Уралочки я хочу сказать, что кто-то бы, кто-то бы, потеряв своего, своего горячо любимого мужа, прожив с которым 18 или 19 лет, как она прожила со своим первым мужем, да, Кто-то бы в подушку ревел бы несколько лет и отойти бы не мог. А она еще при живом муже побежала на сайт знакомств на мамбу, да, бы себе найти уже замену. Поэтому не надо все грехи вешать на плечи мужиков. Мужчины, как и женщины, бывают разные. Женщины тоже бывают. Оторви да выбрось. Кто-то любит, а кто-то любит только исключительно себя и в браках изменяют. Так что не надо все сваливать, как говорится, со здоровой головы на больную, потому что люди абсолютно разные. Если вы сходитесь вот с такими людьми, да, которые ничего из себя не представляют, которые вас изначально не любят, а просто терпят ради определенных удобств, то, конечно, ну, чего хотите, ни о какой любви здесь даже близко речи быть не может. В общем, ребят, все как обычно, пытаются они свести, знаете, все к тому, что их осуждают в контексте того, что он, значит, таджик, а ее из-за ее весовой категории. Но все прекрасно понимают, что это не так. Осуждают их не из-за этого, осуждают их с самого начала, еще с января месяца, после их свинского отношения к людям, после их зигования, после того, как они высказывались в адрес людей. И те, которые смотрят с самого начала, этого абсолютно не забыли. Поэтому, чего, как говорится, кривить с душой, пытаются все перевернуть, как сама вот эта вот сладкая парочка, так и их вот эти вот прихлебатели, так и их вот эти вот хомяки пытаются все перевести, что мы, конечно же, завидуем, ребят. Продолжаем завидовать, естественно, есть чему завидовать. В общем, я уже сказала, что как раз-таки, кто говорит о зависти, это именно хомяки-уралочки. Но я им уже посоветовала и дала им ценное указание, что им не обязательно быть 90-60-90, им не обязательно быть какими-то красотками, симпатичными, обаятельными, привлекательными, хорошими, умными, душевными, настоящими. А главное условие – это наличие собственной квартиренки. И тогда вот точно себе такого же товарища найдете абсолютно без проблем. Главное – зарегистрироваться на Мамбе. Ну или еще на каком-нибудь сайте знакомств. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Продолжение на обзор стрима следует. Всех целую, обнимаю. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на все мои каналы, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо. Всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok